Всем привет, это Артем Шрайбман, и я продолжаю отвечать на ваши вопросы о белорусской политике. В Беларуси в последние месяцы проходит сверка данных в военкоматах по всей стране. Как вы считаете, признаком чего является данный процесс? Массовая сверка данных запасников и других военнообязанных может иметь только одно логичное объяснение. Власть готовится к ситуации, когда будет принято решение провести полную или частичную мобилизацию. Причем это не значит, что такое решение уже принято или что Лукашенко знает, когда о нем объявят. Скорее всего, мотив здесь просто в том, чтобы навести порядок в системе учета военнообязанных на случай, если это понадобится. Власти видели, сколько бардака было при объявлении спонтанной мобилизации в России. И теперь хочет не допустить такого же развития событий, если мобилизация будет объявлена еще и в Беларуси. Обновив телефоны, адреса и другие данные о местонахождении призывников, военкоматы в момент X смогут эффективнее найти тех людей, кого им надо найти, не загружая таким поиском милицию. Вместо этого передав милицию розыск тех призывников, кто будет скрываться от повесток. Сами по себе эти сверки или учения не дают нам однозначно ответить на вопрос, стала ли выше вероятность того, что Беларусь будет участвовать в войне полностью. Но как минимум это говорит нам о том, что власть считает такой исход реальным и не хочет показать себя с неэффективной стороны в этот момент. Для чего Лукашенко постоянно повторяет про наступательную операцию НАТО? Это политический блеф или у западных стран есть какие-то опасения касательно дальнейших действий официального Минска? Лукашенко нужны такие страшилки для двух адресатов. Это свои сторонники внутри страны и Россия. Для своих сторонников, чиновников и силовиков он дает понятную причину для консолидации вокруг лидера. Это старый как мир трюк с внешней угрозой. Не случайно эти тезисы про угрозу НАТО, целостности Беларуси, постоянно подхватывают белорусские пропагандисты, как только об этом скажет Лукашенко. И они считают это эффективным с точки зрения интересов их аудитории. С Россией же все тоже на поверхности. Перед Лукашенко стоит задача давать России очень четкий ответ на вопрос, почему белорусская армия сидит в своих казармах, а не в окопах со своими русскими братьями где-нибудь под Бахмутом. Поэтому нужно изобразить из себя защитника очень важного направления. Того, кто охраняет российский тыл и не может оставить вахту. Неизвестно, нужна ли России сейчас белорусская армия на фронтах или от этого больше рисков в глазах Путина. Лично я склоняюсь ко второй версии. Но рано или поздно эта ситуация может измениться и Россия может стать более требовательной. Лукашенко тоже понимает это. И своей риторикой про НАТО он работает на упреждение. По поводу вашего вопроса о том, есть ли у западных стран какие-то опасения в связи с тем, что может сделать Беларусь? Ну, честный ответ я не знаю. Я сомневаюсь, что в НАТО боятся сухопутного наступления отдельно белорусской армии. Скорее ее рассматривают как предаток российской. И изучая риски, которые могут появиться на этом направлении, скорее думают о том, что выгодно и невыгодно Владимиру Путину. И что он может и не может себе позволить. И открытие сейчас второго фронта, на этот раз по-настоящему против НАТО с белорусской территорией, честно говоря, очень сложно себе представить. Россию бы с Ватова удержать, а не Литву с Польшей захватывать. Но если мы представим себе какую-то крайнюю степень эскалации, например, после тактического ядерного удара по украинской территории, то в таком случае ответные действия НАТО, конечно, могут задеть и Беларусь. В США открыто намекали, что в случае применения ядерного оружия они могут ударить по российской армии своими конвенциональными вооружениями. Вводить Беларусь в сухопутную армию нет и, скорее всего, не будет никакого смысла. Но вот места размещения российских войск, пусковые установки российских ракет, аэродромы, где стоят российские самолеты, все это наверняка будет среди целей, которые положат на стол президенту США или командованию НАТО. Во время встречи с Шойгу Лукашенко сказал, Путин мне вчера звонил, мы с ним очень долго обсуждали ситуацию вокруг Беларуси и России, и он сказал, что вы будете здесь, и мы с вами продолжим это обсуждение. То есть у белорусских властей даже не спрашивают, хотят ли они встречаться, а предупреждают за день, совсем никакой самостоятельности не осталось. В общем, да. Даже по графику встреч Путина и Лукашенко мы видим, что они иногда проходят тогда, когда выгодно российскому президенту, даже если это меняет все предыдущие планы. Например, в конце июня этого года Путин должен был приехать в Гродно, впервые за три года посетить территорию Беларуси. Но в последний момент передумал, и вместо этого Лукашенко внезапно поехал к нему. В случае с Шойгу все могло упираться в непредсказуемый график министра обороны воюющей страны. Когда появилось окошко, тогда и заехал в Минск. Лукашенко уже не может вести себя как хозяин положения, когда общается с российским военным командованием. И он даже не пытается скрывать, что, по сути, Путин просто позвонил ему, сказал, когда министр заедет, чтобы подписать документы. В том, что касается самостоятельности и сколько ее осталось, это очень сложный вопрос. И дело даже не только в том, что мы просто не знаем на него реального ответа. Проблема с анализом красных линий в отношениях Путина и Лукашенко в том, что они подвижны. Они часто познаются в момент их пересечения. Например, когда Лукашенко попробует сделать что-то, что Россия посчитает слишком дерзкой самостоятельностью. Либо же, когда Москва потребует от него чего-то того, что он не захочет давать и начнет упираться. До тех пор мы просто не знаем, какая актуальная степень автономности Лукашенко. Он, возможно, не знает этого и сам. Но очевидно, что из всех сфер российско-белорусского сотрудничества зависимость в военной сфере самая сильная. Российская армия чувствует себя в Беларуси как дома. И чем дольше это будет продолжаться, тем больше они к этому привыкнут. И будут все меньше спрашивать мнение Лукашенко не только о том, когда им приезжать на подписание очередных интеграционных бумаг, но и что за бумаги они подсовывают ему на подпись. А если так будет продолжаться несколько лет, то несложно представить себе ситуацию, когда российским генералам и не понадобится согласовывать какие-то детали своего пребывания в Беларуси, подписывая очередные протоколы с Лукашенко или его военными министрами. Считаете ли вы 100 дней кабинета и его пресс-конференцию удачной? Каковы перспективы проекта «Цифровая Беларусь»? За свои первые 100 дней работы, ну а уже на самом деле прошло почти 4 месяца, кабинет Тихановской не добился чего-то выдающегося, прямо об этом скажу. Даже те достижения, что есть, выглядят половинчатыми. Есть некоторые дипломатические успехи. Первые элементы дипломатической легитимизации кабинета, например, официальные контакты с Советом Европы или с некоторыми европейскими правительствами, открытие своей миссии в Брюсселе и фактическая аккредитация при Тихановской нескольких европейских дипломатов. Но даже кабинет признает, что главное на сегодня для них украинское направление, и там особых прорывов нет. Хотя у силового блока кабинета, судя по всему, установились какие-то рабочие контакты с украинскими силовиками и спецслужбами. С точки зрения наращивания собственных силовых мускул кабинета, вроде как появилась новая структура, посполитое рушение. Но судя по репортажам СМИ, которые попадали на тренировки будущих бойцов или активистов этой организации, в них принимает участие десятки, а не сотни и не тысячи человек. И в самих этих репортажах от инструкторов на этих курсах звучат заявления о том, что денег на то, чтобы расширить масштаб этой подготовки, у кабинета нет. Отношения с белорусскими добровольцами в Украине у кабинета тоже неясны. То демократические силы передают им какое-то снаряжение, дроны, то соревнуются с ними за легитимность в глазах украинских политиков. Успехом можно было бы считать то, что белорусские демократические силы не разругались уже за почти 4 месяца работы вместе в одном кабинете. Это и история с внезапно всплывшим российским гражданством Сахасчика и громким уходом Зарецкой и ролью приближенных к Тихановской людей в скандале вокруг проникновения агента Губопика в Черную книгу Беларуси. Все это просто затмевает тот факт, что политические силы смогли объединиться и не разругаться за последние месяцы своей совместной работы. Их пресс-конференция у меня, как у журналистов в прошлом, тоже оставила очень странное послевкусие. В ответах самой Тихановской я услышал давно знакомые нотки. Когда критика со стороны СМИ, например, в истории с Зарецкой, объясняется не собственными ошибками, а с координированной кампанией травли со стороны КГБ. А на вопрос, почему СМИ, которые входят в сеть Инфопоинт, лояльно освещают Тихановскую, сама она зачем-то провела параллель с государственными СМИ и задала встречный вопрос, ведь никого же не удивляет, что они критикуют деятельность оппозиции. В остальном же члены кабинета надо им отдать должное, искренне говорили о том, насколько они ограничены в том, чего они могут достичь, как их шансы на успех зависят от исхода войны в Украине и того, когда белорусское общество снова сможет подняться против авторитарной власти. В этом смысле итоги 100 дней работы кабинета меня никак не разочаровали, потому что когда он только создавался, и я, и многие мои коллеги говорили, что консолидация это, конечно, хорошо, но политического ресурса, способности влиять на события внутри Беларуси, это демсилам никак не добавляет. Если сейчас у кого-то есть разочарование по поводу работы кабинета, то, скорее всего, это связано с изначально завышенными ожиданиями. Что касается цифровой платформы «Новая Беларусь» и ее охвата внутри страны, то это целиком зависит от того, какие сервисы смогут предложить разработчики своим пользователям, не только в диаспоре, но и внутри Беларуси. Большинство из тех, кто в 2020 году голосовал за Тихановскую или сбрасывал свой бюллетень в телеграм-боту «Голоса», с тех пор в разной степени деполитизировались. Новым голосованием за очередную инициативу оппозиции или онлайн-выборами в Координационный совет невозможно будет вернуть ту же степень интереса к политике, которая была у людей 2-2,5 года назад. Можно ли считать, что белорусы окончательно смирились и переподписали социальный контракт с Лукашенко? Я должен сразу сказать, что считаю социальный контракт манипулятивной теорией, которая очень упрощает реальность. Эта теория подразумевает, что есть некий негласный договор, по которому общество получает от власти некоторые услуги и взамен на эти услуги как бы разрешает власти собой править. И, соответственно, если власть прекращает оказывать какие-то услуги, к которым общество привыкло, или начинает требовать от общества чего-то того, на что оно не подписывалось, то социальный контракт разрывается, и у власти начинаются проблемы. Я считаю это спорным взглядом на то, как функционируют государство и общество по двум причинам, и обе они имеют свое отражение в Беларуси. Например, больше 10 лет назад в Беларуси остановился экономический рост, и с тех пор наша экономика только стагнировала или росла совсем минимально. И тогда многие говорили, что в Беларуси поменялся социальный контракт. Вместо белорусского экономического чуда власть начала предлагать людям мир и стабильность на фоне тогда начавшейся войны в Украине. Но в 2020 году этот контракт, очевидно, перестал работать, потому что белорусское общество потребовало перемен, власть ответила на него силой, но смогла сохраниться. Можно, конечно, продолжать говорить, что это у нас теперь такой новый социальный контракт. Вместо роста доходов или мира и стабильности власть предлагает людям не бить их взамен на то, что они показывают полную лояльность и подчинение. Но если вы, как власть, одна из сторон этого контракта, можете просто поменять его предмет, а затем, когда не получается давать ничего, сказать, что общество все равно будет послушно, потому что у меня есть дубинка, то какой смысл вообще описывать это в категориях контрактов? Ведь так можно дойти до того, что у евреев в нацистских гетто тоже был своеобразный контракт с администрацией, и пока они его соблюдали, их не расстреливали. Ну, до поры до времени, пока они решили пересмотреть старый контракт. Поэтому, если у одной стороны есть возможность относительно легко применить насилие, а у второй стороны, обществу, такого ресурса нет, или нет возможности быстро скоординировать свой силовой ответ, то мне кажется нелепым использовать здесь лексику из юриспруденции, где подразумевается, что у сторон есть хотя бы какое-то равенство. В крайнем случае, любая из сторон может разорвать контракт и уйти, чего невозможно представить в отношениях общества и государства. Вторая проблема с этой теорией в том, что она обобщает людей. Белорусское общество, как и любое другое, состоит из абсолютно разных людей, с разными политическими интересами и запросами от власти. Для части белорусов всегда хватало и продолжает хватать этих стереотипных чарки и шкварки. И эти люди, в том числе представленные в милиции, очень удивляются, когда к ним в руки попадают айтишники, которые при огромных зарплатах протестовали. Они даже заставляют их записывать на видео и говорить свои цифры доходов, чтобы показать, насколько нелепы были их требования о честных выборах и о каком-то уважении их прав, когда у них такая большая зарплата. Люди не могут понять, что есть другие интересы. И для этих людей в 2020 году ничего не изменилось. Лукашенко как предоставлял им какой-то уровень достатка и стабильности, так и продолжил это делать после 2020 года. То есть им не пришлось переподписывать, перезаключать какой-то социальный контракт с властью. Возможно, эти люди даже стали больше любить власть, потому что после 2020 года в белорусской пропаганде стало намного больше культа личности Лукашенко. Противоположная часть общества, люди, которые в 2020 году вышли на протест, не нашли с тех пор каких-то новых причин полюбить власть. По крайней мере, в своем большинстве. Причина того, что они не высказывают своего недовольства после 2020 года, достаточно банальна. Это страх. Если поднять цену протеста так, как это сделали белорусские силовики, то подавляющая часть недовольных отправится либо во внутреннюю, либо во внешнюю миграцию. Но для остальных есть окрестина. В случае этих людей тоже очень странно говорить о каком-то социальном контракте. Их никто не спрашивал о новых условиях. Их просто силой заставили соблюдать новые правила. И в любом случае, их модель взаимоотношения с государством совершенно отличается от того, что есть у сторонников Лукашенко. Поэтому также нелепо говорить о неком едином для обеих групп социальном контракте. С социологической точки зрения, самые интересные процессы происходят сегодня в третьей группе, так называемых нейтралах. Участие из этих людей на фоне войны в Украине, мобилизации в России. Действительно произошла некоторая переоценка их приоритетов. И часть из этих людей стала лучше относиться к белорусской власти. Это правда. И здесь тоже нельзя недооценивать фактор репрессии, который забрал у этих людей прежде легко доступные независимые СМИ и теперь оставил их в таком информационном поле, где, например, ничего не говорится о том, как именно Беларусь увлечена в войну. И что с нашей территории, например, регулярно обстреливают Украину. Но под действием разных факторов у некоторых из этих людей действительно поменялось мнение, что при желании можно натянуть на формулировку про переподписание социального контракта. Как и в 2014-2015 году, власть сказала этим людям, что да, в стране, может быть, вам не все нравится, но в отличие от России нас не забирают на войну, а в отличие от Украины нас не бомбят. И на некоторых людей это подействовало. Вопрос здесь в том, как долго удастся поддерживать такую картину мира у этой части белорусов. Ведь если каким-то образом Беларусь полностью втянут в войну, или же наоборот, война на какое-то время заморозится, и этот фактор перестанет быть таким важным в информационном потреблении этих людей, то вся эта магия рассеется. И получается, что для этих людей социальный контракт будет снова выглядеть как-то иначе, если мы продолжаем рассуждать в этих спорных терминах. На вот, что Макея запросили выступить у АБСЕ, не уже Европа готова в очередной раз начать коммуниковать с Лукашенком. Вот тем, что Макея запросили на Совет Министров Замежных Справ АБСЕ, не манит чего дивного. Его запрашали туда и в 2020, и в 2021 году. И каждый раз он там выступал. В общем, АБСЕ это такая организация, которую можно назвать европейским аналогом ААН. Потому что там представлены не только демократичные краины, и всем, даже самым адресным, членцам этой организации дают возможность выступить за эти трибуны. Просто для того, чтобы иметь возможность коммуникации так само и с этими режимами. Выключением в этом году стал Министр Замежных Справ АБСЕ Сергей Лауроу, которого не пустили в Польшу на поседжение этого Совета, но это сделали тому, что Лауроу был в санкционных списках Евросоюза. Макея же в этот спис не трапил, тому никаких перешкодов формальных и неформальных для его приезда в Польшу не было. Но в уголе, и мы про это уже сказали несколько разов, Европа не только готова разговаривать с Лукашенком, те худшие с его представниками, но и никогда не испыняла эту коммуникацию с 2020 года. И проблема тут не в узровне контактов, те, что они есть и их нет, проблема в том, что нет, про что разговаривать. А вот в области Евросоюза и Лукашенко просто не готовы до политических соступок один-доному. И в случае с Лукашенко есть те же великие сумневые, те и он достаточно самостоятельных улет, чтобы делать те кроки, которые от него ждут на Западе в первую очередь. Я имею на увазе выводы российских войск с белорусской территорией и исполнение белорусского удела в российской войне. И в тексте выступа Макея на АБСЕ, который опубликовал МЗС уже после того, как экс-министр пошел с жизни, не было никаких намеков на то, что-то мерковать, нечто меньше глобальное. Но в результате леса некоторых белорусских политвязков, которыми бы Минск решил мягче им гандляваться. Те, например, будущих санкций Евросоюза, наступный пакет, которых ждет в Снежне, и которые могли, даже по недавних известках, включать в туды Беларусь. Диалог по таких вопросам и на таких музровнях николи не спинялся. И мне сдается, и он целком махшим и навод посля Макея при ягон импераемнику. На сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал Зеркало в Ютубе и оставляйте свои вопросы по ссылке в закрепленном комментарии и в описании к этому видео. До скорого!